Есть в лесном Заволжье уголок заветный. Краем Кавернинским наречен давно. В общей славе русской вроде неприметный. Только тем не менее славен все равно. Кавернинский район один из интереснейших уголков. Стабильно развивающийся современный район Нижегородской области, в котором проживают 18 с половиной тысяч человек. Район расположен в северо-западной части Нижегородской области и занимает площадь 2340 квадратных километров. В районе 8 уникальных заповедных зон. Богатая фауна и флора. Здесь берут свое начало реки Керженец и Узола. Визитной карточкой брендом Кавернинского района является хохлома. Хохлома явление уникальное не только в масштабах России, но и мировом народном искусстве. На основании многовекового опыта в этом промысле была создана оригинальная, нигде в мире более неприменяемая техника окраски деревянной посуды в золотистый цвет без использования золота и создана своеобразный стиль орнамента. На протяжении веков наши мастера хранят и передают из поколения в поколение искусство деревенской золотой хохломы, которая отличает самобытность и поэтичность растительного орнамента росписи, ее праздничный торжественный колорит, а также строгая простота форм. Сегодня хохлому как художественный промысел сохраняет предприятие района, промысел и хохлома. В Кавернинском районе более 30 объектов культурного наследия, памятников истории и культуры регионального федерального значения народов Российской Федерации по Нижегородской области. Одним из значимых объектов культурного наследия федерального значения является Высоковский Успенский мужской монастырь Нижегородской епархии Русской Православной Церкви, Московский Патриархат. Монастырь основан в 1784 году в знаменитых Заволжских лесах, где издревле искали уединение монахи-старообрядцы. Эта обитель на протяжении XIX века играла существенную роль в борьбе с расколом и многочисленными старообрядческими учениями. Высоковский Успенский монастырь является одним из немногочисленных сохранившихся монастырских комплексов с архитектурным ансамблем периода классицизма. Не менее интересен объект культурного наследия регионального значения – Белбашский Троицкий Киржебельмашский монастырь. Комплекс Троицкого монастыря основан в начале XIX века в селе Белбаш. Монастырь был основан по указу императора Петра I в 1708 году. Сегодня Свято-Троицкий и Белбашский монастырь – это действующий православный скид Свято-Троицкого и Серафима Дивеевского монастыря. Познакомиться с историей Кавернинского района можно, посетив музейно-выставочный центр отчина, который уютно расположился в старинном издании второй половины XIX века купца Трофима Павловича Сиземова. В музее оборудованы постоянные экспозиции, рассказывающие об истории и традициях Кавернинского района. История Кавернинского края – история развития хокломского промысла и комнаты памяти. Кавернинский район развивается, строятся мосты и дороги, новые улицы жилых домов, объекты социальной сферы. Устойчиво развивается сельское хозяйство, есть свои перерабатывающие производства. Но главное богатство района – люди, которые с гордостью называют себя кавернинцами.